Как-то на днях папа рассказывал мой я о том, как он на Украине ходил на собрания о своих переживаниях, вот как он шел через темный лес, и было очень трудно понять, куда идти, хотелось, чтобы немного света было и так дальше. И я для себя задумался, знаете, я тоже помню вот эти моменты, когда я с папой шел на собрание через лес, на остановку автобусную, и было это рано утром, было очень темно, но я немножко по-другому это помню. Я это помню по-другому, потому что у меня не было таких переживаний, как у папы. У меня одно было переживание, вот я держался за папину руку, и я переживал о том, чтобы не опустить вот эту руку его. Вокруг было темно, ничего не видно, и я не помню, чтобы мне было страшно, вот. Но я помню, я вот держался за большую папину руку, не знаю, сколько мне было лет, 5-6 там, и мы шли через лес. Мне не было страшно, потому что я шел с папой, вот. Я чувствовал его руку в своей руке, и я знал, что мой папа, он знает, что он делает, и что с ним я безопасен. И в это время, в которое мы живем, братья и сестры, нам надо как никогда вот держаться крепко за руку нашего небесного Отца. Нам надо как никогда раньше вот искать близости с ним, потому что с ним безопасно, потому что он знает путь, хотя мы его не знаем, не понимаем, что впереди, возможно, нас ждет, но наш Небесный Отец, он все знает. И сегодня Бог нам дает вот это время, чтобы приблизиться к Нему, чтобы искать Его. И я рад, что мы еще можем собираться. И, знаете, я не осуждаю тех, которые сегодня не собираются, абсолютно. И есть в разных странах, в разных штатах разное положение. Но просто вот так рассуждая, рассуждая вот так логично, я вижу, что у нас намного больше шанс чем-то заразиться, если мы, например, пойдем в магазин, да, где тысячи людей проходят туда и за день. Или когда мы заправляем нашу машину, берем. Я вижу, что это намного, мы подвергаем себя опасности больше, чем когда вот мы приходим в церковь. Поэтому не надо смущаться от этого, вот когда Бог нам дает вот это время, будем его использовать. Потому что вот это время, как я вижу, где люди, они вынуждены сидеть по домам и только где-то через интернет что-то слушать, Слово Божие, самим лично читать. То это, я смотрю, братья и сестры, очень такое трудное время, очень сложное время для народа Божьего. Потому что, если человек пришел на собрание, где идет молитва, где присутствие Господне, то как-никак Бог какую-то работу может сделать в нем. Но если человек не привык к тому, чтобы самостоятельно искать Бога, вникать в Его Слово и так дальше, то человеку очень трудно. Знаете, я так думаю, что, возможно, это будет большой еще упадок для христиан. Когда человек сидит дома, ему нечем заняться, его тянет на всякие глупости, возможно, от того, что нечем заняться. И это очень опасное время для многих христиан. Потому что те христиане, которые не привыкли самостоятельно искать Бога, им будет очень сложно и трудно вот это перенести, пережить время и выжить.